Здравствуйте, ребятки и котятки! Сегодня мы будем обсуждать тему монстров. Опять, да, опять, опять. Она уже обсуждалась в моих прошлых роликах, вы можете видеть подсказочку выше. Мы делали с вами обзор на Дехуминайзер, я показывал, как работать с отдельными какими-то персонажами, но тема интересная и хочется разобраться в ней побольше. Давайте с вами вместе это и сделаем. Я уверен, что смотрят меня не только ценители звука, но и обычные ребята, которым интересно вообще в целом, как устроен мир саунд-дизайна. Категории монстров бывают разные, совершенно разные. Они бывают скользкие, они бывают дерзкие, зубастые, они бывают тупые, такие как зомби, к примеру. И как такового четкого плана, как работать с такими персонажами, конечно же, нет. Есть только наша голова, наш анализ и наше понимание формирования звука. К примеру, если мы видим, что наш монстр имеет какие-то человеческие черты, да, те же там руки-ноги, голова. То, следовательно, и можно сделать вывод, что он может звучать каким-то более-менее очеловеченным голосом, да. Ну, то есть, что у него есть какой-то речевой аппарат. А дальше мы уже можем использовать тональную обработку, да. В основном используем плагины, которые основаны на питче, да, питчевой обработке. Может быть, используем для того же морфинга, когда мы подмешиваем два звука. Но также не забывайте, у нас есть неимоверное количество монстров, которые приближены к каким-то зверям. Зачастую при создании персонажей дизайнеры вдохновляются различными животными, фантазируют на тему страхов, вдохновляются уже какими-то готовыми придуманными монстрами. И на основе их уже формируют какое-то новое чудовище. И чаще всего легко отследить или проследить некие вот эти вот животные черты, да, которые прослеживаются в дизайне данного чудовища. Сейчас на примере вот этого милого тролля мы попробуем озвучить его с помощью нашего обычного голоса. И применим небольшую постобработочку. Сейчас наша задача, главное, передать попробовать его характер и прописать уже на старте разные вариации атак, уронов и так далее. Поехали! Теперь попробуем записать несколько уронов. Так, ну а здесь уже идет простая магия саунд дизайна. Во-первых, я обработал наш голос, он получился таким. И вторым номером я подмешал вот эту вот трубу, которую я растянул. И смотрим, что получилось. Ребята, ну наш голос это не предел. И я советую вам вдохновляться всеми возможными звуками, которые окружают вас. На примере доски гладильные, как я это делал в одном из роликов, мы можем взять обычный смычок и поводить по острым поверхностям. Тем самым получить уникальный какой-то скрипт. Так, ну что, на примере вот этого монстра я сейчас покажу вам, как из любого звука можно сделать рев монстра. И на самом деле ничего сложного нет. Из того же самого скрипа, который мы записали, да, либо мы можем найти подобный в нашей библиотеке, к примеру, да. Самый актуальный и ходовой прием в саунд-дизайне это тайм-стрейчинг. Этот звук добавляем. Посмотрим, что еще есть. Первым делом я выстраиваю лейеринг из нужных, примерных нам звуков. Дублирую некоторые каналы. После чего, ребят, нам нужно немножечко проработать каждый слой. Посмотреть, чтобы он у нас вписывался в общий лейеринг. Этот звук очень тональный и мне он нравится здесь. Он будет как основа тональная. Дальше тот же звук, только не растянутый. Здесь мы можем сразу срезать вот эти части, да. Посмотреть, чтобы ничего не вылезало, ничего не щелкало. Сразу повесим реверочек. Вот этот звук. это все один звук вот эти три звучка все один звук ребят все просто скрип поделили калазе эквализации раскидали лейринг там туда-сюда аж муля-маля-маля-маля так дальше чё у нас три слоя готова вот этот так он тоже я сабовый сделать укрой соник повесил поэтому давайте послушаем месте отлично просто отлично вот эти два да круто тоже вешаем реверочек все и давайте вместе теперь послушаем что получилось того у нас путь раз два три четыре два три разных скрипа и все основано на таймстрейчинге на печи по моему мощно и это только мало из того что делают саунд дизайнер зачастую нам приходится работать с очень уникальными атмосферами текстурами которые впоследствии перерождаются в совершенно иной звук а чтобы вдохновляться я советую просто более внимательно вам слушать звуки которые вас окружают если это видео для тебя было полезным обязательно подпишись на мой канал и я буду дальше стараться радовать тебя такими видосами пока с вами был антон бустер до скорых встреч а